Ну, наконец-то, вторник, друзья. Наконец-то, потому что... Потому что я лично скучал. Здравствуйте. Это проект «Любить нельзя воспитывать». Я Дима Зицер, редактор. Сегодня Юлия Рудова. Звукорежиссер Сегодня Татьяна Сидлецкая. Ну, а вы? Вы, надеюсь, тоже на месте. И, надеюсь, мы проведем ближайшие два часа вместе к нашей общей радости. Ну что, будем двигаться к началу. Я перед этим только хотел бы еще раз призвать молодых людей, присылать нам активнее музыку, которую вы хотели бы услышать в нашей программе. Ну, что-то в этом году, в отличие от прошлых лет, активность не очень высокая, и поэтому нам иногда приходится повторяться, иногда приходится думать за вас. Ну, в общем, короче говоря, мы ждем от вас музыкальные композиции, которые вы хотели бы послушать вместе со старшими, вместе с родителями, вместе с учителями. Напомню наши телефоны. Плюс семь четыре девять пять семь два восемь семь один. Напомню наш номер в чате ватсап. Плюс семь девять шесть семь один ноль три пять пять три три. Группа «Добро» услышит весь район. И первый у нас сегодня на линии Николай из Ростова-на-Дону. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, Дмитрий. Можно вопрос? Дима только. Ну, да, конечно, можно вопрос. О чем вы говорите? Хорошо. Тогда меня колят, да? Не, меня просто полное имя Вадим в очередной раз рассказываю. Я это сумасшедшая путаница. Забейте, забейте и просто задавайте. Все нормально. Ну, вопрос у меня следующего характера. У меня дочь восемь лет. Ходит во второй класс. Собственно, параллельно еще занимается художественной гимнастикой. Занимается, ну, шесть раз в неделю по три часа. Ну, то есть усиленно занимается. У нее получается. Ну, единственный минус – она в последнее время не хочет туда ходить. Также у нас она во втором классе… Это серьезный единственный минус у вас. Да, да, да. Ну, она то хочет, то не хочет. Ну, вроде бы желание какое-то есть. И также ходит во второй класс и так же сделает домашние задания. Сложные, я считаю. И в последнее время стал замечать за ней, как вы говорите, начало вмешиваться, ну, в чужие границы. Ну, это величное пространство других людей. Ну, оскорблять и, собственно, ну, какие-то слова плохие говорить. Это как? Ну, давайте без плохих слов обойдемся, но пример приведите, если можно. Да. Ну, не знаю, там, плохие слова, ну, я не хочу даже их говорить. Не-не, я и говорю, плохие слова не говорите, но если можно, приведите, пожалуйста, пример. Ну, без плохого слова просто. Что такое вторгаться в чужие границы? В каких ситуациях? Ну, если, например, в школе учитель какое-то делает замечание, она отворачивается, там, может, про себя, или там, ну, как-то сказать так, ну, и учитель это услышит. Это грубое слово. То есть с девочками, с девочками так же. А на что учитель делает замечание? Подождите, а? Ну, то есть ситуацию целиком, расскажите. Учитель делает замечание, и, соответственно, доходит до того, что эти замечания говорят нам, то есть передают нам, что ваша дочь вела плохо. Коль, по какому поводу учитель делает замечание, да? Что, что, что такое вытворяет ваша чудесная дочь? Ругалась, ругалась с девочками, с девочками на перемене, ругались. Ну, то есть это, ну, все это происходит, иногда, да, это происходит во время учебного процесса. Так. Ну, я думаю, что это ненормально. Допустим, не знаю, сейчас решим. Так. Да, мне хочется наказать. Мне хочется наказать, но после того, как она приходит в гимнастике, допустим, в 8 часов вечера и сделав домашнее задание, она говорит, папа, хочу гулять. У меня единственное наказание, понятно, что не хочется ни бить, ни грубым словом, но там, одно из них, это ты сегодня сидишь дома, но ребенка жалко, который, ну, отработал на гимнастике, ее хочется похвалить, как-то протимулировать, но, а наказание не знаю какое, подскажите. А какой вопрос вы задаете? Вот давайте сейчас только вопрос. Вот сейчас вопрос отдельно от всего. Вопрос. Как наказать своего ребенка? Ответ никак. Близких людей не наказывают. Наказывают собачек за то, что они написали в углу. И то не очень сильно. А как вы наказываете жену, расскажите мне, Коль? Жену, это отдельный вопрос, конфликт с тем, что она вместе с ней делает домашнее задание, потому что я... А жена вас как наказывает? Подождите, а жена вас как наказывает? Ну, в основном словесная перепалка. Слушайте, ну, это же не наказание, это вы просто конфликтуете. Это не наказание, да, но это конфликт. Слушайте, Николай, давайте я скажу сначала вообще, что я про это думаю, а дальше попробуем разобраться с этой конкретной ситуацией. Это отличный вопрос, мне кажется, и ситуация интересная, и, в общем, вполне себе такая, частая, я думаю. Значит, ну, во-первых, так, давайте я позволю себе сказать, почему мне кажется, что наказывать никак никого не надо. Потому что мне кажется, что близких людей не наказывают. Но иначе же вы, как бы это сказать, вы становитесь таким начальником, а она становится вашим подчиненным. И вы решаете, что требует наказания, что не требует наказания. То есть наказание исключает человеческие отношения. Я уверен, что ваша дочь человек умный, и она понимает, если она что-то сделал не так, и понимает, если папа недоволен. Особенно, если папа умеет об этом разговаривать. Теперь, если папа, замечательный папа Коля, в тот момент, когда ей и так вообще-то не очень хорошо, он еще и лишает ее чего-то, чего она любит, ну, чего папа Коля добьется, как вам кажется? Она же не дурочка у вас. Она и так, она и так понимает, что эта ситуация не очень хорошая. И лучше бы про эту ситуацию поговорить. А тут папа говорит, ты еще и гулять не пойдешь. Ну и что это вызывает, кроме обиды, ну, такого чувства унижения и злости, если она станет постарше? Мне кажется, ничего. Так что, мне кажется, в этом смысле жалко ее наказывать. Теперь другое дело, что на эту ситуацию надо бы посмотреть, мне кажется, в общем. Я же задам вам один, осторожненько задам один неудобный вопрос, а вы мне ответите. А вот скажите мне, пожалуйста, если она не хочет ходить у вас на эту художественную гимнастику, вы ее зачем заставляете? Я не говорю, что не надо этого делать, я искренне, искренне спрашиваю ваше мнение. Да, я тоже об этом говорю, что мы спорим с женой, она говорит о том, что будет шастаться по дворам, ничем другим заниматься не будет, свободного времени полно. И, ну, то есть, мы не видим это поломать все, чему она уже лет пять занимается этим. Ну, подождите, давайте так, я только сейчас, я скажу что-то жесткое, а вы не обижайтесь, пожалуйста. Да, потому что я совсем не хочу вас обидеть. Но что, ваша жена и вы, когда у вас свободное от работы время, вы начинаете шастать по дворам, что ли? Да, нет, нет. А что вы делаете? А что вы делаете? Расскажите. Вот что вы делаете в субботу, например, или в воскресенье? Если не секрет, конечно. Ну, пытаемся с ними как-то играть, но все время проводим с ними, с детьми проводим. Ну, проводите с ними, нет, но я, да, вы можете проводить не обязательно с ними, вы можете ходить, вы можете ходить, слушайте, Ростов, чудесный город, я там был, там есть музеи, есть театры, есть кино, есть выставки, есть кружки. Есть много-много всякого разного, куда вы можете ходить, показывая, между прочим, таким образом чудесный пример. Не каждый день, а то вот после школы она чем-то должна заниматься. Нет, чем-то должна заниматься, а вот вопрос чем? А как решить, вот чем человек, вот если бы у вас было свободное время, вы бы как решили, чем заниматься? Ну-ка, Николай. Ну, ну, какое-то, какое-то хобби у меня есть, я ведь ему занимаюсь, ну, мне нравится, я занимаюсь. Отлично, отлично. Я думаю, что вы бы, я, ну так дружище, я думаю, что вы бы посоветовались с близкими, вы бы задали себе вопрос, чем я люблю заниматься. Теперь я думаю, что ваша девочка замечательная, она, если вы с ней про это поговорите, она расскажет, чем она хочет заниматься. Ну, расскажет, прямо расскажет. Может, она скажет, я хочу рисовать, ну, а что именно, что же она хочет делать? Да, рисовать и танцевать. Ну, так она хочет рисовать и танцевать. Так, а что прекрасные, лучшие на свете ростовские родители, что они в этот момент говорят? Нет, ты не будешь рисовать и танцевать, зато будешь заниматься художественной гимнастикой. Почему? Да, да, так, так и говорят. Ну, так а что делать-то будем? Слушайте, она же, вот заметьте, вот смотрите, давайте я еще раз, только я осторожненько, вы не вздумайте обижаться, я, правда, совсем не хочу вас обидеть. Но получается-то ведь все наоборот, да, мама подозревает ее в том, что она будет шляться по дворам. Она говорит, мама, я не буду шляться по дворам, мама, я хочу танцевать и рисовать. Нет, ты будешь заниматься художественной гимнастикой. Художественную гимнастику она потихонечку начинает ненавидеть, потому что она не хочет этим заниматься. Как только она вырвется с художественной гимнастики, скорее всего, она будет, ну, шляться по дворам, извините. Потому что она к этому моменту забудет вообще, чего она хотела и как хотеть. Что делать? Параллельно, параллельно, она, конечно, начинает немножечко, как бы это сказать, но мстить взрослому миру это пока еще громко сказано. Но, во всяком случае, вступает в какой-то конфликт со взрослым миром. Идет она в школу, там учительница настигает ее, заметьте, на перемене, а не во время урока, это ваши слова. И на перемене тоже рассказывает ей, как ей себя вести. Слушайте, а когда ваша дочь живет для себя? У меня такой вопрос нескромный. Вот когда она может себе позволить быть собой? Мы с ней выходим гулять, то есть мы проводим с ней достаточно времени, но вот ее поведение все-таки, да, мы пересли, конечно, вот к вопросу о том, чего она хочет, но как сделать так? Ну, вы говорите, наказывать нельзя, это близких людей, а что делать? Просто разговаривать. А я скажу вам, я скажу вам, я задам вам самый простой вопрос на свете, и вы сейчас сообразите, Николай. Да, а почему она использует такие слова, ну, какие-то нехорошие, в разговоре, там, не знаю, с девочками или с учительницей? Почему? Мы стараемся не выразаться такими словами. Почему? Я вас не подозреваю, почему она это делает? Она что хочет сказать-то, бедная? То, что ей ничего не нравится, и она хочет что-то другое. Короче говоря, я так понимаю, ответа вы не знаете, Николай, да? Ответа вы не знаете. Не знаю, да. И я не знаю, подождите, и я не знаю. Ну, разве в этот момент, когда мы не знаем с вами ответа, и мы взрослые с вами мужики, да, мы будем сражаться с маленькой девочкой на какую-то тему, которую мы не до конца понимаем? Мне кажется, если папа Коля сядет с ней и скажет, слушай, а что происходит-то на самом деле? Ты можешь рассказать, а почему так? Что ты хочешь сказать-то? Может, тебе что-то очень мешает? Может, тебе нужна моя помощь? Может, тебе нужна моя защита? Может быть, ты посылаешь эту учительницу куда подальше, потому что ты чувствуешь, что ты одна? Что папа тебя не защитит, папа тебя только еще хуже сделает, поругает, например. Дружище, может, мы поменяем это? Я не утверждаю это, Николай, ни в коем случае. Но я понимаю, что если девочка во втором классе огрызается, давайте я использую такое неприятное слово, на учительницу, это, наверное, значит, что у нее нет других средств сказать то, чего она хочет. Может, она сама не до конца понимает, что она хочет сказать. Ну, так помогите ей это понять. Ну, так научите ее тому, как поступать в таких ситуациях. Да, вот как поступать, Николай, в ситуациях, когда у нее перемена, то есть ее законное свободное время, и учительница лезет в ее отношения с девочками. Вот вы бы как поступили на ее месте? Ну, наверное, послушал, что она скажет, и все адекватно, соответственно, ситуации. Если, собственно, выжиг, ну, как, обидел, возможно, там, попросил прощения. Ну, так поговорите, ну, так поговорите, ну, так поговорите. Мне кажется, что в этой ситуации, меня, кстати, говорят, Дмитрий пытается критиковать, почему я все время говорю «мне кажется». Дмитрий, потому что мне кажется, я не уверен в этом. Когда я уверен, я говорю «я уверен». Да, извините, Николай, это не вам. Это на сообщение. Так вот, в этой ситуации, кажется мне, посвящаю это слово Дмитрию, или давайте я скажу, я думаю, что можно с ней поговорить. Поговорить. Поговорить для того, чтобы понять, в каком состоянии она находится. Поговорить для того, чтобы помочь ей проанализировать эту ситуацию. Поговорить с ней для того, чтобы она поняла, какие другие иные средства взаимодействия с учительницей, когда она недовольна, у нее есть. Ну, наказывать-то ее за что? Ну, по чесноку, Николай, ну, вот за что ее наказывать? За что ее наказывать? Вот за что? Что она, девочка, восьми лет сказала не те слова учительницы. Ну, а учительница что в этот момент она соображает вообще? Да, надо подойти к этой девочке, потому что с ней надо поговорить тоже. Ну, что ж, мы только по голове, чтобы детей будем стучать? Так что вот, что я думаю. Я думаю, что наказывать ее совсем не надо. Наоборот, надо, когда она придет сегодня, сесть на пару, ходить с женой, садитесь. Лучше один на один, либо вы, либо жена, чтобы не было такого стенка на стенку. Да? Сели вы с ней, налили чайку и поболтали о том и все. Ну, вот, собственно, и вся история. Пойдет? Понял, понял, да, да. Да, умоляю вас, про художественную гимнастику с женой поговорите и подумайте. Это такой, знаете, ну, дополнительный бонус, о котором вы со мной не говорили. Но мне кажется, что все равно надо бы, надо бы про это поболтать. Мне кажется, нет ни одной причины заставлять человека заниматься, чем она не хочет, тем более, что она сама говорит, что есть вещи, которыми заниматься она хочет. Все, пока, прощаюсь с вами. Понял, спасибо большое, спасибо. Удачи, удачи на линии у нас, между прочим, Соединенные Штаты Америки. Мария, здравствуйте. Издалека. Дима, да, очень издалека. Да, я Маша, и я очень-очень рада возможности с вами поговорить. Слушаю вас, Маша. Да, у меня к вам вопрос, как к опытному педагогу. И я буду краткой, обещаю, я готовилась. У меня дочке тоже 8 лет, она тоже во втором классе, но она не в России. Конечно, мы в Штатах. У нас не просто удивительный человек, необычный хобби, которое она выбирает сама и подчеркиваю, сама мы ее только поддерживаем. В результате ребенок у нас играет на арфе, учит древнеегипетский язык, коллекционирует камни, волонтерствует в Центре спасения котят. Прикольно. Она очень нестандартная, да, да, она очень интересный, необычный человек. В этом кроется проблема. Во-первых, ну она еще учится блестяще, но, честное слово, для нас это не первостепенно. Мы ее поддержим, но она и так сама идет очень хорошо. Вот. Проблема вот в чем. Она нестандарт по всем параметрам. Она очень развитая. И у нее проблема вообще не именно в школе. Я хочу подчеркнуть в школе. Вне школы все прекрасно, куча друзей. В школе одиночество. Она тяжело вливается в коллектив. Школа тоже классная, вообще серьезно, прогрессивная, чудная. Но у них сейчас во втором классе упор на социальные навыки, вот на их общение. Они считают, что нужно дружить со всеми, общаться со всеми. Класс поэтому часто рассаживают по новым местам. Они уже с августа учатся, и у них каждые три недели происходит полная ротация, кто с ним сидит. То есть их всех перемешивают. Я понимаю, я понимаю. Дочка у меня... Так. Да. Доченька, она такая привязчивая. У нее есть подружка хорошая. Они сидели вместе, их сейчас рассадили. У ребенка драма. Она очень болезненно это восприняла. Вот эту рассадку. Постоянно как бы, ну как сказать, их раскидывают по разным концам. Я понял, понял, Маша, понял, понял. Вот. И получается так, что теперь она как бы чаще всего просто одна. Другие дети к ней хорошо относятся, предлагают дружить. Ну, наша говорит там, я не смогу ей быть другом навсегда, поэтому я ей сказала нет. Маша, движемся к вопросу, иначе мы до новостей даже не успеем задать вопрос. Мой ребенок, я не хочу подходить к этой ситуации, что мой ребенок самый умный и другие ей неинтересные. Как ей помочь вливаться в школьный коллектив и научить включаться в игры и в то же время поддержать ее индивидуальность? У нас скоро родительские собрали. А я задам вам очень странный вопрос, успею задать вопрос, думаю, не успеем обсудить. А зачем? Она просит о помощи? Ну, она бывает ревет, и, ну, не знаю, она не просила так, откровенно, но она очень переживает, я вижу. Но подождите, о помощи она не просит, да? Вы говорите, я не говорю, что надо бросить ребенка, вы даже не думайте, я не скажу вам такого. Но просто давайте порассуждаем вместе. Давайте. Школа говорит, что школа таким образом, странноватым, чуть-чуть, на мой взгляд, но неважно, не будем судить никого, развивает социальные навыки. Ну, пусть развивает. Но, очевидно, в этом случае у школы есть некоторая фиаско, нет? Ну, вот мне тоже кажется. Ну, вот подумайте, подумайте, пять минуточек, Маш, 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 подождите, да, пять минут, мы послушаем новости, заодно российские послушайте тоже. И вернемся к этому разговору. На линии у нас Маша из Соединенных Штатов. Напоминаю, Маша из какого города? А, я вообще, мы из штата Оклахома, тут есть Оклахома-Сити, центральный город штата. Оклахома-Сити, прекрасно. Ну, так что, что мы делать-то с вами будем? Мне кажется, что ситуация, в общем, довольно, мне кажется, ситуация довольно простая, да, человек, у человека много друзей. У человека много друзей вне школы, да, у человека много-много увлечений. В общем, все прекрасно. Мы не можем сказать, например, с вами, что этот человек социопат, потому что какой же он социопат, если у него действительно все прекрасно с общением, включая девочку в школе. Вы говорите, что у вас родительское собрание скоро. Мне кажется, надо бы поговорить с людьми более-менее ответственными за это и понять, в чем рационал. И, возможно, они будут вам благодарны, если вы донесете до них обратную связь, которая так себе вообще-то. Слушайте, вот смотрите, я, ну, в принципе, да, они, у них, причем, родительское собрание один на один, плюс школьный психолог там есть, то есть она придет даже на разговор, вот. И в прошлом году они мне говорили, что у вас такой развитый ребенок, блестящий тратата, но она очень-очень плохо социализируется. Я ей говорю, ну, ребенок нестандартный, ей действительно неинтересно, я это вижу. Это как бы, я не акцентирую внимание на этом вообще, но я понимаю, что да, ей малоинтересно. Что бы вы на моем месте спросили именно психолога и учительницу? Вы знаете, что я ничего бы не спрашивал психолога и учителя, я бы сделал на вашем месте, если уж так вы ставите вопрос, жестко и лично, я бы сделал две вещи. Да, значит, во-первых, я бы огляделся вокруг, ну, не то, чтобы в поисках других школ, но, во-первых, я бы убедился, что мы находимся в той самой школе, которая нам подходит. Это первое, что я бы сделал, честно. Второе, я бы проверил, не исключено, я аккуратненько вам скажу, не исключено, что если действительно ей на урок неинтересно и происходит из-за опережающего развития, что класс ей нужен не второй, а третий. Это второе. Ну, это да. Третье. Ну, да, да. Третье. Я бы, на самом деле, узнал, вот я сказал-то уже и скажу еще раз, я бы узнал, в чем, собственно говоря, рационал вот этого самого пересаживания. Смотрите, принцип этот мне, конечно, знаком. Принцип классный. Но принцип этот вообще-то можно реализовывать иначе. Я не хочу учить американских учителей, как работать, естественно. Пересаживание, мне кажется, это штука крутая, но только очень здорово, если пересаживание происходит по желанию. То есть каждый из нас ищет себе новое место раз в месяц, например, и находит. И тогда, между прочим, мне интересно и с подружкой расстаться, а иногда рядом с подружкой сесть. Да? То есть никогда приходит взрослый дядька или взрослая тетка и говорит, ты будешь сидеть здесь. Почему? По кочану. А я могу на это влиять как-нибудь, взрослая тетка? Нет, ты не можешь. Почему? Потому что я взрослая тетка, и я сильнее тебя. Где скажу, там ты и будешь сидеть. Слушайте, ну так это обратная сторона подобного манипулирования в любой школе и в любой стране. Мы знаете, сколько про это говорим в программе. То есть еще раз, ругаться с ними не надо, конечно. Но мне кажется, что поговорить об этом можно. Круто, если дети меняют местоположение. Взрослые, кстати, тоже. Но сделать это можно потоньше. Ну вот и все. Так что я бы сделал вот эти три вещи. А четвертую вещь я бы сделал, если бы ничего не помогло. Я бы сказал, ребята, слушайте, давайте мы все-таки попробуем с вами понять. Я бы не говорил, кстати, на вашем месте, что ребенок особенный. Вот не говорил бы. Потому что пусть лучше они считают, что все дети особенные. Тем более, что я согласен с этой идеей. Да? Но мы говорим о том, что все разные. И вообще-то разным людям требуется действительно, вероятно, разный подход к разным людям. И тут, может, мы сделаем какое-то исключение. Может, мы подумаем, как они с парой, парой с подружкой будут пересаживаться, например. Или еще что-нибудь. Вот, что я сделал. Я благодарна вам. Спасибо большое. Класс. Спасибо вам большое. Я желаю вам удачи. Когда все это у вас произойдет и получится, не сочтите за труд, черкните в чате. Любопытно будет узнать, чем завершилась эта история. Ладно? Мы идем дальше. У нас Владимир на линии и Анна из Владимира, которую мы приветствуем. Анна, здравствуйте. Здравствуйте, Дина. Очень приятно вас слышать. И хотелось бы услышать ваш ответ на мой вопрос. Такая небольшая предыстория. У меня трое детей. Одной девочке 9 лет, второй девочке 6 лет и малышу 8 месяцев. В общем, проблемы у нас девочка, которая 6 лет. За две недели до похода в детский сад, после летних каникул, у нее начались бесконечные походы в туалет. Нам сделали небольшое обследование. В общем, выяснили, что это невроз мочевого пузыря. Ну, я так понимаю, что это, в принципе, следствие, да, а причина-то, скорее всего, вот в малыше и во мне. Я так подозреваю, в общем-то. Потому что к малышу-то она относится замечательно, а именно, вот, наверное, ревность... Ну, в общем, это все банально, я так понимаю, что, наверное, у всех родителей... Нет, не знаю, сейчас поговорим. Возникают проблемы, то, что она вот такая вся мамина дочка, она вся такая принцесска воздушная, просто вот мимишная девочка. И стараюсь ей уделять максимум времени. Малыш спит, мы с ней играем, мы с ней читаем на ночь. Мы играем настольные игры всей семьей, ну, кроме маленького, естественно. Вот. Но все-таки вот у нее есть тревога, она сама это говорит. Да, я тревожусь, я хочу быть с тобой, я хочу спать с тобой, я хочу быть с тобой. Вопрос, как донести ребенку, может быть, какими-то невербальными средствами, что я ее люблю все так же и абсолютно не меньше. Ну, и вот как это сделать? Вы знаете, что, мне кажется, ну, во-первых, слушайте, не волнуйтесь, вы правы в чем-то, но, может, в чем-то и не правы. Потому что, знаете, автоматически ждать ревности не стоит. Может, это ревность, а может, не ревность, а может, что-нибудь еще. Но, наверное, она волнуется, ее жизнь поменялась. Но мне не кажется, что это повод, знаете, так казниться и говорить, вот, до чего, так сказать, мы нашего ребенка довели, да, в простоквашину, спокойно. Да, значит, мне кажется, что в этой ситуации вы можете с ней просто поговорить. Я скажу о чем. Я бы пришел к ней и сказал ей, котик, я бы стал инициатором разговора, во-первых, да. Я в продолжении разговора с Машей, я так продолжаю отвечать, как будто на вопрос, чтобы я сделал на чьем-то месте. Ну, сейчас я переключусь. Да, я бы стал инициатором разговора. То есть, я бы сказал, знаешь, котик, я хочу с тобой поговорить, вот о чем. Ты знаешь, мне тебя не хватает. Давай подумаем мы вместе, что бы мы вместе с тобой могли делать. То есть, я бы попробовал изящно перекинуть мяч на ее половину поля, как ни странно. Да, не угадывал, что ей надо, а поформулировал вместе с ней. Желательно, конечно, когда вы с ней вдвоем, ну, само собой. У вас, естественно, естественно, Анна, у вас есть свои красные линии, о которых, конечно, она будет знать от вас. Но вы не волнуйтесь, и у нее есть ее красные линии, несмотря на то, что она маленькая, ей 6 лет. Ну, вот я слышу, что ваша красная линия, например, вы хотите спать, ну, так сказать, да, да, спокойно так, как вы хотите, и с тем, с кем вы хотите. Понятная красная линия. Нет, я просто спею с малышом, поэтому не получается спать с ней, а она очень хочет. Да ладно. Ну, так вы же не рассказали мне, вы не рассказали мне всей правды, ха-ха-ха. Ой, да знаете, тут этой правды столько, это, знаете, это... А зачем вы спите с малышом? У нас совместный сон. У нас совместный сон. Это такая, у нас, в смысле, у нас такая... Ну, подождите, я не буду с вами спорить, я не разрушу ваш совместный спор. Вы имеете в виду, что у вас такая идеология. Я с идеологией спорить не буду, обещаю. Да, у меня с первым ребенком, со вторым и с третьим абсолютно одинаковые линии поведения, и, как мне кажется, она замечательно у меня работает, и поэтому вот так. Ну, я поздравляю вас с первым сбоем, во-первых, да, она, может, работает замечательно, но одно с другим связано, ваш вопрос связан с тем, что что-то где-то там сбойчик какой-то дает. А до какого возраста вы с ними, ну, вот, вы планируете спать с малышом? Ну, вот конкретно до... вот со второй девочкой, с которой сейчас проблемы, она спала со мной до годы девять, пока было грудное скармливание, грудное скармливание закончилось, и она спала у себя в кроватке. Всё. А с нынешним как долго вы будете спать? Вот, как грудное скармливание закончится, так и я его тоже переложу. Слушайте, я сгораю от любопытства, я всё-таки задам вам вопрос, который я задам. Слушайте, а как грудное вскармливание связано с совместным сном? Это удобство просто? Это сон для мамы, да, да, да. Это удобство для мамы, чтобы можно было хотя бы поспать. Я понял. Нет, если это удобство, тогда я снимаю все вопросы. Я за удобство мам. Обеими руками, безусловно. Слушайте, ну, с другой стороны, в этот момент нам же с вами понятно, почему она хочет с вами спать, правда? Ну, она, то есть она хочет меня вот ощущать, да, постоянно? Она хочет, она хочет, она хочет. Одно дело, если у вас родился малыш, и это её младший братик, и всё понятно, а другое дело, если, в общем, он как-то физически занял её место. Ну, правда же? Ну, естественно, конечно, он ущемил права в некотором смысле, да, и старшей дочери, и младшей, это средней уже теперь дочери. Естественно, он ущемил, потому что он как минимум забрал... Не обязательно он ущемил. Да ладно вам казниться, он не обязательно ущемил права, Анна. Он не обязательно ущемил права. Но обсудите с ней это. Вот смотрите, я ещё осторожненько задам вам вопрос, потому что вы были готовы к тому, что она вам его задаст. А вот если разок-другой вы поспите с ней вместе, это возможно? Ну, знаете как, мы сейчас делаем, что она со мной засыпает, и потом папа её перекладывает в кровать. Вот мы сейчас стали так практиковать, и, конечно, она чувствует себя гораздо спокойнее. Она спокойно засыпает, никуда она не бегает, у неё спокойствие... Так, дружище, а в чём вопрос-то тогда? Если вы это уже решили без меня. Вопрос, как мне донести до неё, что я... Нет, как донести, ну это не до конца ещё просто совсем у нас решено, как донести, какими способами я ещё могу ей показать свою любовь, что она никуда не ушла. Спросить. А, то есть у неё спросить элементарно, да? Спросить, совсем элементарно. Это тот случай, мне кажется, когда прямой путь... Когда прямой путь самый простой, но только не... Ну-ка скажи мне, какими словами мне рассказать, что я тебя люблю, я же тебя люблю, ты же понимаешь, ну-ка скажи мне. Нет, ещё раз, сели вдвоём, да, чаёчку попили, и разговариваем о том, и вы говорите о том, что вам не хватает... Это же очевидно, что вам не хватает общения с ней тоже, да, и с ней, и с ними, и со старшей, потому что младший в этом смысле. Ну, наверное, он отнял у них немножко мамы, но он и у мамы отнял немножко дочек, да? И поэтому договоритесь, договоритесь, скажите, подумайте о том, чего хотели бы вы. И спросите её, чего хотела бы она. Вот и всё. Может, она скажет, я бы хотела бы, не знаю, все ночи напролёт спать с тобой. Вы скажете, слушай, это нет, а вот зато другое да. Вот я только что хотела вам это сказать. Она скажет, я не хочу ходить в садик, я хочу спать только с тобой. Дружище, она скажет, я не хочу сходить в садик, это другая тема совсем. Но я ухожу на рекламу сейчас, между прочим. Знаете, Анна, я перед рекламой совсем уж собрался с вами прощаться, но тут вы под финал такое сказали, что я понимаю, что нам придётся ещё полминутки хотя бы или минутку поговорить. А детский сад-то тут при чём? А детский сад, так она и сейчас и в сад не хочет ходить. Она, ну, до этого-то у нас не было с детским садом проблем. Нет, дорогой друг, это не одно и то же. Это вообще, поверьте мне, это может быть вполне себе разными темами. Ну вот посудите сами. Если, предположим, у неё в детском саду всё хорошо. И в детский сад она ходит с удовольствием. И в детском саду у неё друзья. И собственное времяпрепровождение. Ну как связано, что у неё чуть-чуть изменились отношения с мамой и с детским садом? Никак. Я вас поправлю. Мы не ходили в сад вот все летние каникулы. И началось это за две недели до посещения детского сада. То есть вот, ну я вот не понимаю, я связана это, не связана. Анна, Анна, нет, дорогая моя, подождите. Мы с вами, да, у меня сейчас будет для вас домашнее задание. Давайте-ка мы независимо от того, что происходит с вашим малышом, постараемся понять, что у нас происходит в детском саду. Я совсем не хочу сказать, что в детском саду что-то не так. Вы не волнуетесь. Да? Но нам надо с вами это понять. Надо. Как это делается? Для начала, во время того самого разговора, который я вам рекомендую. Когда вы садитесь и разговариваете о том, о сём. Да? В том числе и об этом. Как жизнь, дружище? Да? Как жизнь? Как сейчас у тебя на самом деле, что происходит в жизни? Чем я могу твою жизнь улучшить? Как я могу тебя порадовать? Например, она скажет, я не хочу ходить в детский сад. Предположим. А вы такая говорите. Да ты что? А мне казалось, что я в детском саду. Круть такая. А что там не так? Прям вот такой вопрос. Да? И мне кажется, что не стоит говорить. А, ну понятно, ты не хочешь ходить в детский сад, потому что ревнуешь меня к малышу. Нет, вообще. Даже не давайте ей эту линию. Тем более, что её, скорее всего, там нет. Наоборот, отделяйте жизнь. Жизнь идёт как идёт. Да? Бизнес as usual. Да? Всё в порядке. Есть детский сад, есть работа, есть тусовки, есть друзья, есть кружки. Я не знаю, что у вас там ещё есть. Да? Так что вот так. Но понять это, Анна, я слово вам даю, понять это нужно. Потому что вообще может оказываться, что весь сыр-бор из-за того, что она неохотно в этот детский сад ходит. А тут ещё и дома как-то так вот не задалось. Да? То есть первое и второе, слагаемые могут быть в другом порядке, короче говоря. Понятно. Да? Всё? Подводим итоги. Да, я немножко в одно направление смотрела, а вы меня немножко повернули в другую сторону. Подводим итоги, подводим итоги, разговариваем в ближайший денёк-другой. Садимся, разговариваем о жизни, разговариваем о том, как сделать так, чтобы наши отношения, чтобы нас хватало друг к другу. Радостно придумываем какие-то инструментики для этого и заодно узнаём, как у нас дела в детском саду. Пока. Желаю вам удачи. Спасибо. Спасибо. Санкт-Петербург. Елена. Алло. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, Дима. Да, Елена. Елена, я с вами. Привет, привет. Очень рада быть с вами в эфире. Спасибо вам огромное. Сразу хочу сказать, потому что вы реально помогаете. Елена, мало времени. Спасибо вам. Я, честное слово, очень рад это слышать, но хочу быть вам полезным. Хорошо, к бою. Значит, тут возникла у нас дискуссия о том, нужно ли заставлять ребёнка убираться, мыть посуду и так далее, делать дела по дому. Любимая моя тема. Нет. Да-да-да, я знаю, что она много раз возникала. Ну, как-то пока вот я для себя всё-таки считаю, да, внутри. Почему? Потому что я считаю, что личного примера и хорошего отношения, да, и бесед недостаточно, потому что зачем это ребёнка мыть полы до посуды. Я спросила у своего 16-летнего сына, как вы советуете, спроси. Я говорю, у нас хорошее отношение, он мне ответил то, что думает. Я говорю, сын, как ты считаешь, ну, надо вообще ребёнка заставлять там? Он говорит, ну, если он не делает, то, конечно, надо. Ну, естественно, что вы хотите, ваш 16-летний сын, то он плоть от плоти вашей, что же вы хотите, чтобы он сказал? Ну, да, наверное, я предполагала. В вопрос-то в том, что как раз-то рассудить нас, я считаю, что надо, потому что их ничего не заставлять, если всё только по любви и по желанию, то очень часто не будет ничего. Кто считает, что не надо, давайте так, кто считает, что не надо? Я думала, вы считаете, что не надо. Нет, вы считаете, что надо. Я считаю, что надо. Я думаю, подписчики, за которыми у меня была дискуссия, там люди говорят, что нет, не надо. О ком мы говорим? Подождите, подождите, всё, чтобы я успел ответить. О ком мы говорим? Да, о ком, о каком ребёнке мы говорим, Лен? Кто это ребёнок? Кто это мифический ребёнок? Мифический ребёнок, ну, там, ребёнок, там, 11, 14, 16 лет. А, это мы с вами сейчас фантазируем, это такой у нас сейчас теоретический разговор, да? Я правильно понимаю? Ну, в общем, скорее да, потому что я так понимаю, что вы считаете, что вообще не нужно заставлять никого и ничего, только по любви. Заставлять никого не нужно, я объясню, давайте, давайте, у меня как раз две минутки, я успею ответить. Заставлять, почему я считаю, что заставлять никого не нужно? Потому что слово заставлять, ну, вдумайтесь в этот глагол, он подразумевает насилие, правда? Что такое заставить? Я воспользуюсь своей силой для того, чтобы ты сделал то, чего ты не хочешь, правда? Верный смысл глагола, да? Передал примерно верно. Отлично. Значит, мне кажется, действительно, что то, что вы называете личным примером и то, что вы называете удовольствием от личного примера и так далее, это работает, это работает достаточно. Теперь смотрите, у меня есть кое-какие доказательства. Главные мои доказательства. У меня обычно, когда я начинаю эту тему, у меня полон чат этих доказательств. Это что удивительным образом, когда дети вырастают, которые ненавидели убирать, у которых в комнате ползали ужи, в кавычках и так далее, превращаются в прекрасных хозяек, прекрасных хозяев, прекрасных мужей и жен, потому что у них возникает вот эта ответственность, ответственность за себя и за других, которая до этого у них не возникала, потому что ответственность была у мамы и папы. Интересно. А у меня наоборот. А у вас наоборот. Считаю ли я, что хорошо, если дети приходят в вашу комнату или в общем пространстве устраивают какой-то сумасшедший балаган и плюют на окружающих? Да нет, конечно. Конечно, я так не считаю. Но мне кажется, что вопрос границ – это вопрос важнейший. И мне кажется, что в этом смысле, если мама, которая, наверное, может раздражать какой-то непорядок в комнате, приходит к ребенку и говорит, «Слушай, может, я тебе помогу помочь?» Мне кажется, она показывает сумасшедший пример уважения границ, но только при условии, что она примет любой ответ этого самого ребенка. Мы не говорим с вами, естественно, об угрозе жизни, здоровью и так далее, и так далее. Теперь откуда это берется-то у нас? Лен, вы понимаете? Это берется из нашего детства. Ничего страшного. Дима, Дима, какие у тебя еще доказательства? Слушайте, у меня доказательства, я не знаю, ну, три дочери, да? Вот сейчас младшая, которая заканчивает этот период, я полагаю. А две старшие прямо, слушайте, молодцами, стали аккуратистками и так далее. Более того, приводить себя в пример, ну, глуповато, но таких примеров очень много. Риск очень большой, Лен, понимаете? Риск большой. У меня важный пример. Мы, например, с сестрой довольны, что нас заставляли бы, ничего не делали. А так, по крайней мере... Делали бы, Лена, делали, не хвастайтесь. Знаете что? Мы должны заканчивать первый час. Включите радио в начале второго часа, я чуть-чуть еще поговорю на эту тему. Начинаем второй час, друзья. Напоминаю, наши телефоны. Плюс семь, четыре, девять, пять, семь, два, восемь, семь, один, семь, один, телефон в студии. Плюс семь, девять, шесть, семь, один, ноль, три, пять, пять, три, три. Номер нашего чата в WhatsApp. Ну, давайте я несколько слов, как и обещал Еленя, скажу все-таки на вот эту насущную родительскую тему уборка, не уборка и так далее. Если вы слышали нашу программу, предыдущий час, вы слышали, что в конце, прям под выпуск новостей, Елена успела сказать, вот если бы нас с сестрой не заставляли, мы бы ничего не делали. Это такое частое обращение или такая частая родительская фраза, вам прям даже и не передать. Вот откуда мы знаем, что бы было, если бы не? Я расскажу вам по секрету, откуда мы знаем. Во всех нас живет оправдание детства. Это очень хорошо, потому что если бы мы не умели оправдывать то, что с нами происходило, нам пришлось бы туго в жизни. Знаете, как часто бывает, когда в детстве у нас были, ну, не очень приятные страницы, а потом, когда мы вырастаем, мы говорим, если бы меня не заставляли, я бы и так далее. Если бы меня не обижали, я, возможно, бы и так далее. Но, ребята, нет, вот мы с вами разговариваем по-честному, должен разочаровать вас, это работает не так. Если бы в детстве вас меньше обижали, может быть, вы были бы даже, ну, и помягче, и посчастливее немножечко. Правда, правда, это работает так. Я уверен, что чудесная Елена вместе с ее сестрой чудесным образом убирали бы дома не потому, что их заставляла мама 20 лет назад, а потому что хочется жить в доме, в котором чисто. Хочется, чтобы жизнь наша с вами была комфортной, хочется, чтобы комфортно было нашим детям. Это самый лучший месседж, самое лучшее сообщение, которое мы нашим детям можем послать. На всякий случай я еще раз оговорюсь, естественно, я ни в коем случае не хочу сказать, что убирать плохо. Естественно, я ни в коем случае не встану на пути семейных традиций, когда мы вместе приводим дом в порядок, да, утром встал, приведи в порядок свою планету, учит нас в Сент-Экзюперии вместе с маленьким принцем. Все в порядке. Но насилие-то тут при чем? Да, вот это внутренний наш вот этот запал, если со мной так происходило, так же должно происходить и с ним. Нет, вовсе не обязательно, вовсе не обязательно. Человек хочет помочь другому, знаете почему? Потому что он научился помогать другим. А научиться он этому может только если взрослые его этому научили. А научить это можно только одним способом. Это предлагать помощь. Дружище, хочешь я тебе помогу? Дружище, тебе помощь нужна. И тогда человек понимает в очень-очень раннем возрасте, что у взрослых так принято. И в семье у нас так принято. Если взрослый приходит и говорит, ты должен это сделать просто потому, что я так хочу, человек учится тому, что сильный имеет право настоять на каком-то действии слабого просто потому, что он сильнее. Ну вот очередной раз мы про это поговорили. Если вопросы возникнут, естественно, я вернусь к этой теме. Москва, Москва на линии. Добрый вечер, Ксения. Здравствуйте, Дима. Очень рада с вами общаться. Хотела вот рассказать о своей ситуации. У меня две дочки, старшей дочке 4 года, младшей 2 года. Старшая ходит в садик уже, ну, третий год получается. Младшая пока места не дали. Старшая, вопрос, соответственно, постаршей. Она у меня такая, знаете, активный ребенок, любит песни петь. Вообще, в принципе, я ей так не запрещаю себя выражать. Вот, но меня забеспокоило, вот, что она в садике говорит, что она хорошая девочка. И вчера у нас был такой момент, как бы, который я вообще другой вопрос хотела задать. Но вот вчерашняя ситуация, она меня так еще больше насторожила. Значит, у них там был праздник, посвященный Дню воспитателя, вчера, и такой спонтанный. Вот, и дочь сказала, что ей разрешили быть главной. А я до этого, пока она болела, у меня разговаривала с воспитателями по поводу стеснительности моей дочки. И воспитатели сказали, хорошо, мы там будем ее, в общем, давать ей больше возможности себя проявить и так далее. И, в общем, я ее забираю из сада, и она, значит, на площадке начинает так, ну, достаточно бурно себя вести, проявлять, ну, там, кричать, бегать, прыгать. Я ничего такого в этом не вижу, да, как бы, я, в принципе, им разрешаю детям так себя вести на прогулке. Вот, но потом это вышло в то, что она, в общем, что-то я там ей, она говорит, давай мы с тобой побегаем. Я говорю, я устала, давай не будем. И она, значит, это выливается в истерику. Истерика привлечет в том, что она начала просто орать. Вот, и говорит, уйди от меня, не хочу. И я попыталась ее успокоить спокойно. Не пытаться там ее как-то заткнуть, а именно, как бы, спокойно. Как сказать, ну, она сказала, отойди от меня, хочу к бабушке пойти. Я ее пытаюсь успокоить, она вот вырывается, нет, говорит, я уйду. И, как бы, проблема-то вся в том, что, значит, она потом с бабушкой разговаривала вечером, и, как бы, они пришли к выводу к такому, что она устает в садике быть хорошей девочкой. Вот, и в садике воспитатели, в принципе, про нее так и говорят, что она послушный ребенок, там, в общем, все там, что попрощишь, и она выполняет. Допустим, если я ее, ну, как бы, там, в разговоре она говорит, что вот, кого-то ругали, я говорю, а тебя ругали воспитательно? Нет, говорит, меня не ругали. Я, в общем, так себя не веду, я веду себя хорошо. И меня это так прям вот пугает. Конечно, это, наверное, во мне откликается, во моем характере, потому что я была хорошей девочкой, скажем так, для всех. И вопрос про дочь, как ей помочь себя проявить, как ей быть, ну, не плохой, конечно, но позволить себе, скажем так, и в садике проявить себя не только дома, но, допустим, в садике как-то вот, ну, не только, чтобы, конечно, на нее кричали, ну, в смысле ее, как это сказать, как других детей там наказывали. Ну, не наказывали, их не наказывают, а, в общем, замечаниями делают, вот, чтобы она что-то расслабилась, была ребенком. Слушайте, ну, подождите секунду, давайте я, Ксения, Ксения, да, 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 но у нас как-то много-много появилось информации. Да, да, да. Неожиданный вопрос у меня у вас проскочило, что вы разговаривали с воспитателями о ее стеснительности. Это что за история? У них, знаете, она вот когда дома, она вот может петь там, да, вот песни, у нас еще такой момент, там, один из полнометражных мультиков, это был «Холодное сердце», знаете, история такая. «Будь хорошей девочкой для всех». У нее вот это вот как-то затрепилось, я вот, ну, как бы, вот, откликнулась у нее, в общем. Про стеснительность ответить. Ну, да, и, значит, на записи вот праздника все дети как-то так четко, в общем, ясно, как, ну, так спокойно рассказывали стихотворение, она вот как-то так прям стесняясь очень-очень тихо. Какое стихотворение-то они рассказывали? Подождите, подождите, Ксения, секунду, я ничего, я потерял связь. Какой праздник-то был? Что еще раз? День воспитателя? Вот это праздник? Да нет, нет, это было до этого. Я просто, она рассказывала это очень, как бы, зажато, стеснительное, вся такая. Я потом воспитателя пошла спрашивать. Я говорю, вот как она себя ведет в группе, как, ну, вообще, как проходит день, потому что у нас еще есть такой момент, я ее в садик провожу, привожу, когда он, вот этот вот период перехода из раздевалки в группу, она начинает плакать, расстраивалась, не уходи и так далее. Да подождите, я ее понимаю, ну, я ее понимаю. Ну, она в течение дня, все, она, все, она, в течение дня у нее все хорошо в садике. Ну, конечно, она же хорошая девочка. Она же хорошая девочка. Ну, вот я, у меня вот это именно прям вот так вот. Ну, подождите, ну, давайте, я могу, Ксения, я же могу с вами говорить откровенно, и, главное, я могу вас немножко помучать. Я понимаю, что вы звоните-то мне за правдой, да? Ну, отлично. Значит, вот я сейчас повторю ваш рассказ, просто вы его услышите со стороны. Мне кажется, что вы скажете то же самое, что сказал бы я. Вот смотрите, имеется девочка, да? Значит, имеется девочка замечательная, чудесная, песни дома поет, веселится вовсю и так далее. Приходит она в садик. В садике довольно жесткая оценочная система, судя по вашему рассказу. Откуда я знаю? Потому что в садике дети делятся на хороших и не очень хороших. Вы не сказали плохих, я не хочу за вас придумывать. Но так или иначе детей в садике делят. Естественно, любой человек в 4 года или большинство людей в 4 года, ну, ваша хорошая девочка уж точно, хочет относиться к разряду хороших. Да, для того, чтобы относиться к разряду хороших, ей нужно выполнять какие-то действия. Ее замечательная, лучшая на свете мама Ксения, вольно или невольно, это поддерживает, потому что ведет с ней беседы о том, делали ли ей замечания или не делали. То есть пытается убедиться в том, что она все-таки хорошая и посылает ей месседж однозначный, что она довольна, если она, в отличие от других детей, замечаний не посылает. Теперь, поскольку, как мы договорились, мама Ксения лучшая на свете мама, мама Ксения заволновалась в какой-то момент и задала себе вопрос, а правильно ли я поступаю вообще в этой ситуации? Интересно было бы узнать. И маму Ксению я хорошо понимаю. Теперь, более того, наша с вами гипотеза, или моя гипотеза, подтверждается тем, что когда она приходит в детский сад, она идти-то туда не хочет. Почему? Ну, потому что кто хочет идти куда-то, где-то должен играть чужую роль. Теперь, еще раз, зачем я играю чужую роль? Потому что я хочу нравиться другим людям, взрослым, ну, маме точно, ну, и воспиталкам, так сказать, заодно. Ну, все. Нет, что-то не так? Не ваш рассказ? Ну, наверное, да. Что делать вы? Ну, что делать? Ну, вот я вам звоню, что идешь. Ну? Ну, я-то вот, когда сейчас все это, как бы, прям, у меня это все откликается, как вы говорите, я как бы пытаюсь с ней это проговаривать. Что проговариваете? Ну, не то, чтобы я ее спрашивала, ругают ее или нет, это как-то вот у нас в разговоре такой был проскочиво. И вот я ей как бы сейчас говорю про то, что ты можешь вести себя, как хочешь, не надо там быть там для всех хорошей. Ну, как вы говорите. Ну, подождите, ну, Ксения, ну, я сейчас, вот сейчас будет еще тяжелее. Если она может вести себя, как хочет, она может рассказать стихотворение так, как ей хочется? Или не вызвать в этот момент ваше волнение? Или не может? Ну, нет, конечно, может. Все, все, все. Теперь она имеет право не рассказывать стихи, как дрессированные дети в детском саду. Имеет право? И меня не это смутило. Я как бы, меня просто удивило, что она как бы все вот как-то так фривольно, скажем так, а она как-то так вот прям стесняюсь и тихо и так далее. Я не понимала, что она может рассказать. Не хотела она. Мы не будем сейчас критиковать ваш детский сад. Может, он чудесный и лучший на свете детский сад. Я совершенно не в эту сторону камни бросаю. Она именно хотела рассказывать стихи. Зачем? Зачем? А зачем она хотела рассказывать стихи? Что за? Участие такое в активите, участие в активите. А что за активити? Активити бывают разные. Может, она хотела для этого картинку нарисовать, которая на стене висела? Может, она хотела для этого песню спеть, которую она дома поет у вас обычно? Может, она хотела на одной ножке попрыгать и повеселиться? Почему такая странная активити, единая стихи? Может, потому что в 30-е годы 20-го века так был устроен детский сад? Может, день воспитателя, это день, когда воспитатели детям несут пироги и поздравляют детей и говорят, у нас радость, мы хотим ее с вами разделить? А не, когда отмечается день воспитателя. Кто здесь воспитатель? Может, в этом дело? Да? То есть, смотрите, мне это кажется грешному человеку, что ваша девочка замечательная. Ну, как это Михаил Михайлович Жванецкий говорил, может, в консерватории надо что-нибудь менять? Вот. Что будем делать? Ну что? Не знаю, я что-то... Ладно, ладно, все, я не буду вас мучить. Я не буду вас мучить. Мне кажется, поступать надо следующим образом. Да, первое, мне кажется, нужно послать единый месседж вашим всем этим воспитателям и невоспитателям, что ваш ребенок будет вести себя так, как ему удобно, естественно, если он не будет мучить других детей и так далее, и так далее. Да, потому что она прекрасная, развитая, но вы, собственно, об этом рассказали и так далее, и так далее. То есть, если ваш ребенок не хочет читать стихи, должно быть объяснено и ей, и другим детям, что стихи можно не читать, можно петь песенки, а можно ничего вообще не делать. Или заниматься чем-то другим и читать вслух книги, ну и так далее, и тому подобное. Да, это безусловно не является признаком, ну, не стеснительным... Знаете, что я вам скажу? Да, я еще на большее замахнусь даже. Да? Ну, вы вообще помните себя? Вы помните себя в детском саду? Я помню, я как раз про это и как бы и переживаю, что... Но мы с вами, мы с вами немножко разве не чувствовали такую искусственную какую-то ситуацию, когда на детском празднике вот мы выходим, вот это все такое, и громко, значит, говорим там, что... Я вот помню до сих пор, я читал стихи в детском саду. Ленинские звезды над Кремлем горят, золотым сиянием с нами говорят, и так далее, и так далее. Ну, какой-то немножко ситуация странная была, чтобы не сказать дурацкая. Не исключено, что ваша замечательная дочь это чувствует. и не хочет принимать участие в этом общем празднике. Нет, она-то хочет наоборот. Да вы откуда знаете? Она не хочет, она не хочет, она делает то, что она должна хотеть. Ксения, ни один ребенок четырех лет, ни один, нет таких детей. Ну, давайте. Просто до этого, на Новый год нам дали стихотворение, и она не рассказывала. Потом она расстроилась, что она не рассказывала стихотворение. Почему? Почему она расстроилась? Почему она расстроилась? Дед Мороз, наверное, не пообщал. Ну, как бы вот так, не позвали ее к Деду Морозу. Ну, он ей вручил подарок. Вы серьезно, что ли, сейчас говорите? Да Дед Мороз просто придурок, на самом деле, если он не пообщался с девочкой по этому поводу. Ну, просто придурочный Дед Мороз был. Ну, а как? Что значит не пообщался Дед Мороз, из-за того, что она стихи не рассказала? Ксения, ну, так от этого же все и бывает. Вот мы, знаете, каждый следующий шаг подтверждает предыдущий. Да, еще раз, давайте. Вот давайте я попробую навести порядок в своей голове, и может заодно получится как-то выстроить какую-то логику и для вас. Да? Значит, живет замечательная непосредственная девочка. Эта замечательная непосредственная девочка живет, ну, как живут дети четырех лет, песенки поет, на одной ножке прыгает, с друзьями играет и так далее, и так далее. Значит, в жизнь этой девочки входит система. Система входит, например, следующим образом. Говорить, что, окей, ребенок должен хотеть прочесть стихи. Теперь вы говорите, он хочет, не хочет. Это не вопрос «хочет, не хочет», если со мной Дед Мороз не общается, если я стихи не рассказываю. Да, это, извините, такой инструмент давления. Ну, что это за четырехлетний ребенок, который не расстроится, если Дед Мороз не рассказал ему стихи. Мне кажется, Дед Мороз — это такой добрый дедушка. Мне кажется, Дед Мороз не различает детей по принципу, кто читает стихи, кто не читает, кто в какой стране живет, у кого, не знаю, какое настроение, какая мама, какой цвет хожий и так далее. Мне кажется, Дед Мороз совсем другое существо. Мне кажется, моя догадка, извините, подтверждается, что разделение детей на плохих и хороших приводит к пагубным результатам. Отчасти эти результаты вы начинаете видеть. Понимаете? И мне кажется, что в этом смысле нет, ничего страшного, ей всего четыре, ничего не упущено, ничего страшного не произошло. Но мне кажется, ну вот на полном серьезе, ну вот Ксения, ну между нами, ну нас никто не слышит, мы вдвоем сейчас. Ну как это с ней не пообщался Дед Мороз? Я даже, мне, я сейчас говорю, мне страшно подумать, чтобы я устроил в детском саду в этом случае. Я не призываю вас к скандалам. Что значит, Дед Мороз не пообщался? Как это не пообщался? Из-за стихов? А Дед Мороз что в этот момент сделал? Ну правда, мне кажется, мы должны, мы должны их поддерживать, наших детей. И они не должны зависеть от каких-то самодуров, у которых свое представление о том, как должно быть устроено детство. И справедливость, кстати, в виде Деда Мороза. Нет, мне кажется, что с воспиталками надо поговорить. И сказать, что вы не согласны на это деление детей, на плохих и хороших. То есть выбрать слова и так далее, и так далее. Мне кажется, что ненормально, если человек 4 лет не хочет идти в детский сад. Вот я скажу вам еще одну вещь. Да, мне кажется, что если человек 4 лет не хочет идти в детский сад, это не признак того, что этот человек балуется или он распущенный. Это признак того, что в детском саду ему не очень хорошо. Значит ли это, что непременно надо менять детский сад? Нет, нет. Но это значит, безусловно, что это требует какого-то серьезного разговора. Я вам слово даю. Да, был еще один довесок в вашем вопросе. Это про то, что она скандал вам устроила там какой-то на площадке и так далее. Как выплеск, да, был эмоции, энергии. Ну да, это был выплеск эмоций. Я это как этому отнесла. Да, но одно вытекает из другого. Дело-то в том, что вроде как... У нас минута. Может быть, они их и делят на плохих и хороших, да? Это вы сказали. Как бы я исходя из ваших слов, я говорю, может быть, они каким-то способом этот имитрат ernstируют. Нет, нет, нет. Это вы сказали, что их делят на плохих и хороших. Вы сказали, что нехороших детей ругают, а вашу дочь не ругают. Как это я сказал? Вы сказали, что к детям подошел дед Мороз, к вашей дочери не подошел, потому что она стихи не рассказала. Как это я сказал? Ну что? Просто не на всех стихов хватило, скажем так, вот так вот, в плане Деда Мороза, если как бы относиться к Деду Морозу, а так как бы, по идее, воспитатели ее не то, что они относятся к хорошему... У нас полминутки еще, давайте, если есть что уточнить, быстро вопрос-ответ. Полминуты в прямом смысле слова. Как поговорить с воспитателем? В каких словах? Пойти к воспитателям, пойти к воспитателям, выбрать удобный момент, поздравить их с днем воспитателя прошедшего. Я даже не знал, что такой день бывает жесть вообще. Да, я тоже не знала. И поговорить с ними о том, что... И поговорить о том, что, слушайте, вашей замечательной дочке бывает некомфортно. И некомфортно ей бывает, когда на нее давят. И вы просите их провести педагогический эксперимент и не давить. Дать ей пожить совсем спокойно и понаблюдать. Это лучшее педагогическое действие. Наблюдать. Вот так. Барвара мне пишет в продолжении предыдущего разговора, «Сама воспитатель в детском саду есть воспитатели даже в рамках одной группы, диаметрально противоположной. К одним идут детки, а других боятся». Варвара, я совершенно с вами согласен. Мне кажется, что воспитатель в детском саду это прекрасная, на самом деле, прекрасная деятельность. Я должен, кстати, вам напомнить, друзья, знаете, почему детский сад называется детский сад? Никогда не думали. Изначально. Потому что это придумали в середине 19 века. Потому что идея была, что в саду взращиваются дети. Вот как фрукты в саду, как деревья в саду. Более того, знаете, как воспитатели назывались? Садовницы. Да-да-да. Вот такое вот было слово чудесное в середине 19 и во второй половине 19 века. Садовницы. Вот вдумайтесь в это слово. Те, кто выращивают, те, кто делают возможным развитие, взращивание, цветение и так далее. Мне кажется, это чудесно. Но я при этом должен вам сказать, что у меня, в общем, нет повода говорить, что воспитатели как-то что-то делают правильно или неправильно. Может, ошибаются. Может, само как-то так получилось. Их, в общем, не за что ругать. Для начала надо поговорить и понять, что на самом деле там происходит, почему человек не хочет идти в детский сад и почему он возвращается из детского сада с такими рассказами, с таким настроением. Ростов-на-Дону снова на линии. Светлана, добрый вечер. Здравствуйте, Дима. Очень рада, что дозвонилась вам. Очень переживаю. Нужен ваш совет и поддержка. Ну, давайте попробуем. Да, сыну 8 лет, второй класс, посещает обычную школу, самая обычная по району. Вот, появились проблемы с обучением. Сейчас ребенок наблюдается у невролога заиканием и поставили диагноз минимальная мозговая дисфункция. Но это еще как бы до школы поставили. Начал учиться в первом классе и все было хорошо. Потом, как бы, через полгода начались проблемы. Ну, в классе не писал. Ну, учитель стала жаловаться, что он как бы... Светлана, извините, пожалуйста, я на секунду вас прерву. А заикание было до школы или заикание возникло? Да, да, да. До школы было. И, как бы, было заикание, были пики. Ну, вот мы, получается, все усилия приложили. И, как бы, к школе уже очень хорошее было состояние, уже все нормально. И невролог не говорила, что нужно какой-то там коррекционный класс или что-то еще. Нет, как бы, все нормально, общее обдазование. Ну, не было таких. То есть только, как бы, заикание, и там немного тиков оставалось. Так. Вот. Подвижный, как бы, общительный ребенок, все нормально. Как бы, не было никаких таких вот проблем. Вот. И вот отучились в первый класс. Ну, половину, получается, первого класса отучились. Я вам, кстати, звонила, и вы мне рекомендацию давали, что делай, как должно, и будь что будет. Вот. Возможно. И я послушала, да, и поддерживала его всячески. Там было такое, что мы могли, ну, в первом классе, там, когда-то не сделать домашнее задание, перенести на выходных, там, в школу не пойти, там, в какой-то день или, там, ну, не к первому уроку, чтобы ему как-то полегче было, чтобы не было на него такого давления. Учительница говорит, что не работает, ничего не делает. Ну, было, как бы, тихо, спокойно. Ну, и в конце, когда, в конце первого класса, когда закончили, она меня вызвала к директору, именно к директору, то есть никаких бесед не было, и сказала, что, ну, как бы, нам необходимо переходить на домашнее обучение, что ребенок совершенно не справляется с программой. Да, я очень, ну, шокирована была, потому что, ну, я не ожидала такого, как бы, ну, не было в течение года таких разговоров, то есть она не говорила, не предупреждала о том, что, там, Светлана, есть такие проблемы, нужно там то-то, то-то рекомендую, там, то-то, то-то, никакие, то есть диалога особо не было. Понимаю, понимаю, но это этика, это, да, другая тема. Так, а к вопросу-то? Да, и, да, и получается, что, ну, мне очень не понравилось, как это преподнесли, и не дали никакого обоснования, то есть почему должен ребенок перейти, директор сказала, проходите по комиссию по МПК, говорили, что вам нужно домашнее обучение. Я говорю, ну, нам не нужно домашнее обучение, я так не считаю. Если вы считаете, дайте обоснование, что, ну, действительно, что это требуется. Подождите, подождите, не рассказывайте всю историю, подождите секунду, давайте к вопросу, да, давайте к вопросу, от него пойдем, пойдем к истории, если понадобится. Да, во втором классе, получается, мы перешли в другой класс параллельный, потому что, ну, с учительницей уже, как бы, ну, диалога уже нет, уже все, перешли в другой класс. Так. И сразу начались проблемы, то есть учитель писает, вся тетрадь, весь дневник исписан, что не работает на уроке, что, как бы, ну, не заинтересован. 36 детей в классе, и она мне открытым текстом говорит, я не буду уделять дополнительного внимания ему. Как учатся, так и учатся. Ну, оценьте в разброс. Вот. Мы сейчас пошли, обратилась я к нейропсихологу и прошли диагностику. Нейропсихолог сказала, что, да, он, как бы, школьную программу, он не успевает, он понимается, но он, ну, действительно, не успевает. У него проблема с перешифровкой информации. Говорит, что-то нужно делать со школой. И вот нужен ваш совет, что делать со школой, как бы, как быть. Я хотела пойти к учителю поговорить, что возможно ли как-то там, ну, меньше, может быть, домашнего задания или что-то такое. Но она уже, ну, плохо настроена, потому что уже первая учительница в истории нашу рассказала. Досрочный ответ. А скажите мне, пожалуйста, вот, ну, по-честному, а почему вы против домашнего обучения? Вы знаете, я не то чтобы против домашнего обучения. Я вообще не представляю, как я смогу это организовать. Вот вообще не представляю. Это другой вопрос. Это другой вопрос. Это вопрос сложный. Да, и я... И прежде чем... Ну, смотрите. Ну, вообще что-то предпринять, я спросила у сына, как бы он хотел, как ему было бы легче, как бы проще. Он мне сказал, я хочу учиться с детками, с ребятками, со своими друзьями. Ну, это для меня как бы... Света, извините, пожалуйста. Свет, 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 секунду. Ну, подождите. Ну, подождите. Давайте мы попробуем с вами, насколько это возможно, объективно посмотреть на эту ситуацию. Да. Да? Ситуация следующая. Ему непросто. Мы это понимаем. Учителя, судя по вашему рассказу, ведут себя не очень этично, но неважно. Им непросто, учителям. Более того, вы обратились к специалистам и абсолютно правильно сделали, или я абсолютно вас поддерживаю на сто процентов. И специалисты сказали, подтвердили вашу догадку и догадку учителя и сказали, ему непросто, ему сложно проходить программу. Да? Значит, смотрите. В этот момент, если мне кажется, я сейчас просто рассуждаю, это не то, что совет я даю, я просто по ходу рассуждаю вместе с вами. Мне кажется, что если вы начнете сейчас борьбу за то, чтобы он остался в этом классе, и даже если это ваша борьба увенчается успехом, мне не кажется, что вы выиграете что-то серьезное, потому что вы останетесь в той же точке. Я не хочу бороться. Отлично. Значит, надо искать систему координат, в которой ему будет проще. Самое простое, что я знаю, и самое, в общем, человеческое, это, конечно, домашнее обучение, которое вам посоветовали. Может, вы посоветовали просто каким-то не тем тоном и не так, но вот давайте, что такое домашнее обучение. Домашнее обучение позволяет человеку проходить программу в том темпе, в котором он чувствует себя комфортно. Ну, окей, это связано с аттестацией и так далее, но это отложим сейчас. Значит, вы в этот момент, как мама скажете, подожди, но я же волнуюсь на тему его социализации, на тему общения с детьми, это третий вопрос или пятый вопрос. Нет, за это я не волнуюсь, потому что он посещает много разных, да, других и как бы занятия, мне кажется, что надо идти в эту сторону, мне кажется, что надо идти в эту сторону. Как это вообще делается? Мне нужно к учителю идти. Да, вам нужно идти к директору, к тому самому, у которого вы были и говорить, что вам рекомендовано, это важно, но вам рекомендованы тот же самый нейропсихолог, у которого вы были, вам точно это рекомендуют, если нужно будет письменно, переходить на домашнее обучение. Происходит это так, Вы дома выбираете способ, которым он учится, бывает несколько способов, вы можете учить его сами, может учить его кто-то другой, вы можете нанять учителя, ну, разные способы есть. И раз в какое-то время он в школе проходит аттестацию, вероятнее всего, если мы говорим о втором классе, это будет не больше, чем два раза в год, а может быть и один. Подумайте, подумайте, проверьте, я бы еще одну вещь сделал на вашем месте, я совсем не знаю, что происходит там у вас в Ростове-на-Дону, но я бы на вашем месте залез в чаты, я абсолютно точно знаю, я в этом уверен, не может быть иначе, Ростов большой город, и у вас точно есть коллеги среди родителей, точно есть родители, дети которых учатся на домашнем обучении, не исключено, что они уже объединены в какие-то группы, не исключено, что им есть что вам посоветовать и так далее. Вот, прощаемся. Да, спасибо, можно еще одну маленькую, одну? Ну, если только на полминуты в прямом смысле слова, Свет, вопрос-ответ, без истории. Да, это не вопрос, это не вопрос даже, это просто просьба такая, я воспитываю сама сына, и у меня как бы несколько подруг, которые тоже вот такие вот, ну, одинокие мамы, и вот и все мы почему-то с сыновьями, как-то так вот сложилось, и так мы дружим. Я вас хотела попросить, ну, если можно, может быть, вы сделаете, ну, может быть, запишите отдельно, там, в YouTube выложите какое-то слова, там, не знаю, поддержки, рекомендации для вот таких вот мамочек, как мы, потому что иногда так не хватает вот этого, что можно. У которых мальчики, вы имеете в виду, важно, что у них мальчики или не важно? Нет, вообще, нет, нет, не важно, что мальчики, это я просто говорю, что у нас как-то так сложилось, что мальчики, просто какие-то... Ну, а я вам прямо сейчас скажу эти слова поддержки, только сначала мы, мы, мы только, все-таки мы прощаемся, потому что мы идем дальше, да, а слова поддержки я скажу вам прямо сейчас, слова поддержки будут следующие. Не бывает никаких неполных семей, не бывает, любая семья полная, и в этом смысле, вне зависимости от того, сколько в семье человек, эта семья, безусловно, не просто может быть счастливой, она изначально счастлива. И в этом смысле я думаю, что замечательные мамы, которые растят детей, ну, они как бы, ну, уж точно ничем не беднее и не хуже, да, чем, чем другие семьи, в которых несколько человек, мама и папа, например. Так что я даже не знаю, нуждаются ли они в моей поддержке, в словах, в словах, так сказать, приятных и теплых словах, наверное, да, я с удовольствием их говорю. Пойдем дальше. Вера из Екатеринбурга. Здравствуйте, Вера. Да, здравствуйте, Дима. Дима, вы просто луч света. Ну, ладно, все, луч света, не разбалуйте этот самый луч света. Давайте успеем задать вопрос за минуту до рекламы, давайте? Да, давайте. У меня сын, ему 17 лет, и буквально вчера он со мной поделился вот чем. Он знакомится в чате телеграмма с девочками, общаются недолго, дня три-четыре, и, значит, говорят о близости. Я так понимаю, и та, и другая сторона. Так. Вот. Ну, и не всегда, и не срасталась еще ни разу. Конечно. Да, с двумя девочками он встречался, но почему-то он их не оценил, а третья сначала сказала, да, у нас все будет, а потом после встречи сказала нет. Не будет. Не будет, да. Беспокоит меня то, что накануне он мне сказал, у меня позвали ребята на тусовку, на вечеринку, друзья, ну, проговорил про тех ребят, которых я знаю, в принципе, он говорит, я твоего разрешения это не спрашиваю, потому что я уже большой. Вопрос, 10 секунд, вопрос. Да, вопрос. Близость намечается именно на ночь, то есть он хочет уйти на ночь. Вопрос. Ну? Вопрос. Как мне... Я не знаю, как мне... Что вам с этим делать? Послушать рекламу в первую очередь, через полторы минутки попробуем решить вместе. Ну, так мы расстались в такой драматической точке, Вера. Что вам делать с чем? Вы такая, что мне делать, а я такой, а с чем что-то надо делать? Да, что мне делать с безопасностью этого мероприятия? Я понимаю, что ребенок вырос, я понимаю, эту лавину не остановить, но девочки могут выглядеть на 16, а им может быть 14, что он будет паспорт проверять, прежде чем... Я согласен. Но извините меня, давайте, у нас такой взрослый разговор с вами возник под финал программы сегодняшней. Я задам вам тот вопрос, который у меня в голове. А вам кажется, он идет на эту вечеринку с целью заняться сексом? Вера, я вас не слышу. Вера? Вера, Вера, я не слышу вас. Ох, это жалко, если у нас сейчас, конечно, разговор оборвется, потому что разговор интересный. Вера, вы не со мной? Ну попробуем мы сейчас Вере еще раз позвонить, наверное. Но я пока порассуждаю. Нет, Вера, слышите меня? Не слышите. Ну попробуем связаться еще раз, я пока порассуждаю. Слушайте, рассуждение следующее у меня на тему Веры. Надеюсь, она меня слышит, надеюсь, мы продолжим с ней разговор. Вот, вот, вот. Дима, Дима, Дима. А, вот Вера здесь, да? Вопрос, который я пытаюсь задать. Что вас волнует-то? Я задаю вам следующий вопрос еще раз. Вот услышьте его и прямо ответьте. Вам кажется, он идет на вечеринку с целью заняться сексом? Он идет к друзьям на вечеринку или он идет сексом заниматься, короче говоря? Что-что? Да, он, оказывается, обманул. Он идет не на вечеринку, это он мне так сказал, чтобы я его отпустила. А вот вчера-то он признался, что это он меня обманывал. И сейчас вот он говорит правду, потому что ему надоело обманывать меня. Он говорит правду, что он ходит с девочками на прогулке один, с девочками, которыми он знакомится просто в чате. Знает их один, два, три дня. Вопрос-то в чем? Вопрос в том, что он говорит, я пойду с ночевой, с какой-то девочкой непонятно какой, ну вот, чтобы вот взрослая жизнь началась. Так, зачем он вам это говорит? А он пришел, он ушел из дома в 7 утра, пришел в 10, и он был сильно уставший. И потом вот эта девочка, на которую он все-таки рассчитывал, он, она и Верочка сказала, что нет ничего. Верочка, Вера, Вера, я другой вопрос задаю, Вера, мы можем, будет жалко, если мы не успеем, да, у нас есть еще время, но будет жалко. Зачем он вам это говорит, спрашиваю я вас? На ваш взгляд, зачем он вам это говорит? Он, видимо, был расстроен, он, видимо, был раздавлен, он сказал, что для меня это оказалось предательством, он, видимо, ждал от меня сочувствия, может быть, ждал в этот момент. Верно. Да, он получил то, чего он ждал? Я думаю, нет, потому что я сама просто раздавливаю эту информацию вообще просто. Ну, дружище, значит, смотрите. Ну, я тебе, я, конечно, кивала головой, кивала. Нет, Вер, Вер, как вы понимаете, 17-летнему парню у нас с вами не получится запретить идти туда, куда он собирается идти. Да, это первое. Это первое. Мы с вами это понимаем, да? Второе. Да. Мы с вами понимаем, я надеюсь, мы понимаем это оба одинаково, что если человек 17 лет приходит к маме с такой темой, это значит, он либо хочет поддержки, либо хочет совета, либо ему не с кем на эту тему поделиться, и тогда он хочет разговора на эту тему. Но он же не радио, понимаете, да? Что он пришел, что-то сказал и ушел. Просто информация. Да. Да? Мне кажется, что тем более, что вы волнуетесь, мне кажется, надо попробовать ему эту поддержку дать. Да? Вот дать ему то, чего он от вас хочет. Он ничего ужасного не хочет. Он точно хочет действительно разговора, поддержки, объяснения. Ну, в общем, чего-то такого. Да. Теперь мне кажется, что тот факт, что он с вами заговорил, дает вам стопроцентное право заговорить с ним в ответ. Да? Это очень важно и это очень здорово, между прочим, что он с вами на эту тему заговорил. Я вас поздравляю. Это здорово. Мне кажется, что вам нужно с ним поделиться. Мне кажется, вам нужно сказать ему, во-первых, да, ну, сообщить ему то, что вы сообщили мне, что вы понимаете, что он взрослый. Во-вторых, сообщить ему, что вы очень-очень цените ваши отношения, которые настолько откровенные, что действительно он делится с вами такими, ну, интимными переживаниями и секретами. И в-третьих, ну, предупредить его о тех опасностях, которые, на ваш взгляд, могут быть. Но именно в таком порядке. Не первое, не третье, первое, второе, да, а первое, второе, третье. Вот и все. И говорить нужно не о том, что он дурачок и он не разберется. Да, наоборот, нужно говорить о том, что вы на него полагаетесь, что он человек взрослый, человек умный, но вы волнуетесь, но вы же мама, ну, что поделаешь, ты прости меня, дружище, что я волнуюсь. Я понимаю, что тебя это может немного смущать. Ну, волнуюсь я, ну, вот так это устроено. Да, но я хочу тебе напомнить про раз, два, три, четыре, пять. Да? И самое последнее, нет, не буду, не буду, не полезу к вам больше, нет. Вопросы до этого момента. Пожалуйста, пожалуйста. Полезть? Хорошо, я полезу. Ну, смотрите, вы сами этого хотели. А почему он идет к девочке, а не девочка к нему? А вот я пробовала задавать вопросы. А вы не задавайте. Ну, 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 что он сказал, что он сказал, давайте быстренько, время заканчивается. Сначала он дал такую реплику. Ой, вообще странно, почему мы с тобой сидим и об этом разговариваем. Так. Вот, а потом, а вот это я не успела спросить, что, почему он... Не, не успела, но не подумала. Вы имеете право, это парадоксальный вопрос. Это парадоксальный вопрос. Но в этом смысле отношение откровенное. Когда вы будете спокойный, на самом деле, или более спокойный, когда он свой дом будет считать... Ваш дом будет считать своим домом и так далее. Нет, нет, я не имею в виду, что вы его должны посоветовать, водить, так сказать, его каких-то девушек домой. Я не об этом. Но это разговор об откровении, это разговор о безопасности, это разговор о знакомстве, это разговор, в продолжении которого вы сможете сказать, что даже когда мы знакомимся в телеграмме, каким-то интимным отношением предшествует... Знакомство, разговор, близкое знакомство, ужин, возможно, совместный и так далее, и так далее. Дайте ему понять, что вы на его стороне. Дайте ему понять, что вы будете рады познакомиться с его девушками. Дайте ему понять, что вы разделите с удовольствием его жизнь. Я не имею в виду сейчас секс, естественно, в смысле, приводи их домой и занимайся сексом дома. Это следующий момент. Дайте ему понять, что дома можно с этими девушками знакомиться, разговаривать, беседовать, а дальше бог знает, что будет. Прощаюсь я с вами и со всеми остальными. Любви, ребята, до завтра.